Всем привет друзья, с вами Маракаси, это 8 выпуск видео о модах для игры World of Tanks. Первый мод специально для тех у кого в ангаре очень много танков, с помощью этого мода танки будут в 2 ряда. Конечно иконки очень маленькие, это недостаток этого мода, хотелось бы чтобы иконки были побольше, но зато теперь каждый танк можно очень быстро найти. Этот мод пригодится особенно тем у кого очень много танков в ангаре и ему приходится каждый раз искать нужный танк. В принципе мод интересный и я его себе оставлю. Следующий мод изменяет освещение на всех картах. Вы можете видеть что цвета в игре стали немного темнее, по моему мнению даже игра стала мрачноватой. И в целом конечно цвета очень сильно изменились. Также этот мод убирает дымку на всех картах, вот вдалеке больше нет тумана. А также этот мод убирает эффект размытости. В целом мод пригодится тем, кто хочет изменить цветовую гамму в игре и кто хочет убрать дымку на картах. А вот как выглядит игра без этого мода. Вы можете видеть что цвета более светлые и в целом игра конечно с этим модом будет потемнее. Следующий мод делает на всех картах ночь. Не путайте этот мод со сменой дня и ночи, тут всегда просто ночь. Очень красивый мод, то есть посмотрите какое красивое ночное небо. И мод конечно понравится тем, кто больше любит ночное время суток, но при этом очень сильно падает видимость в бою. То есть танки врага будет сложнее конечно разглядеть. Вот Т-50 едет, я лично его отсюда вообще почти не вижу. И стоит отметить также, что в бою будет сложнее выцеливать слабые точки врагов. Потому что все стало гораздо темнее, но при этом красивости этому моду не занимать. Очень выглядит красиво. В принципе фпс у меня с этим модом почти не упал. То есть я думаю на производительность сильно он не влияет. И так вот как выглядит этот мод в городских условиях. Посмотрите как хорошо прорисованы тут тени. У каждого танка есть тоже тень. Вполне выглядит качественно и красиво. Мод для тех, кто ценит больше атмосферу, чем сам геймплей. В принципе мод очень качественный. Мне он понравился, но оставлять я его скорее всего не буду. Потому что все-таки с ним немного сложнее выцеливать врагов. Ну а так он выглядит очень круто. Следующий мод меняет цвет пробитий и непробитий. Если вы пробиваете, то отмечено красным. Если не пробиваете, то отмечено зеленым. Мод может быть полезен тем, что цвета гораздо ярче, чем обычные. И сразу же видны на корпусе танка. И вы сразу же сможете увидеть, куда вас пробили, а куда нет. Также этот мод может быть полезен тем, что вы сможете определить. Если вы еще новичок, куда нужно пробивать танки. Например, если отмечено красным, то можно стрелять туда же и так же пробивать. В принципе мод неплохой. И может пригодиться многим, как опытным, так и новичкам. Заметьте, кстати, на Черчилле не пробил меня ИС-3. Бывает иногда и на Черчилле счастье. И вот еще и Квас не пробил. Лучший бой в истории Черчилла. Следующий мод миникарты. Он добавляет новые возможности на миникарты. Если нажать Ctrl, то можно вывести миникарту на центр. Итак, что же тут добавилось? Первый кружок. Он обозначает дальность стрельбы Арт Сау. Вот этот квадрат показывает, где будут прорисовываться танки. То есть за квадратом они уже не будут прорисовываться. Исключение арта. Арта видит. По всей карте. Так же вот этот кружок показывает обзор танка. Вот эта вот линия показывает направление корпуса. А вот эта линия, куда вы смотрите. Так же тут есть название танков. И если танк уничтожается, то появляется вот такой вот черепок. Вот этот маленький кружок он показывает, где вас уже могут засветить рентгеном. Недостаток этой карты заключается в том, что танки, которые пропадают за света, не показываются, где они последний раз светились. А так, вполне карта очень хорошая. Особенно для артоводов. К тому же она может работать без алиниметра. Может работать и с алиниметром. Всем советую. Очень хорошая карта. К тому же, как вы видите, значки ПТшек тут изменены и значки тяжелых танков. Итак, теперь хотел бы рассказать, как скачать эти моды. Буду показывать на примере моего старого видео. Предположим, вы смотрите это видео где-нибудь вконтакте или на другом сайте. Тогда вам нужно нажать вот на эту ссылку. Вы попадете на сайт Ютуб. Тут в описании нужно нажать кнопку развернуть. Там будут все нужные ссылки на моды, которые были в видео. Просто переходите по ссылке и там быстро и легко скачиваете нужный файл. На этом все. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, видео вам понравилось. Удачных вам боев и пока.